к уху, морскую раковину. Вы слышали доносящийся из неё шум моря? Эти равномерные, монотонные, умиротворяющие звуки на самом деле шум крови, которая течёт по вашим сосудам. Тайна жизни спрятана в самом человеке. Это кровь. Живые организмы, обитающие в море. Нам известно только несколько процентов из них. То есть более 90% это организмы и системы, нам неизвестно. Кровь человека тоже напоминает море. Это живая река, живительная река, река, которая несёт жизнь. Ни одна система у нас в организме не может работать, не жить, не выполнять свои функции, если она не омывается кровью. Известны исследования о расцвете химического состава морской воды и человеческой крови, и поэтому ритм крови и ритмы океана совпадают. Океан не снаружи, он внутри нас. И пока людям удалось освоить в этом безбрежном пространстве только несколько маленьких островков. Прислушайтесь к голосу, который доносится из глубин вашего тела. Он способен рассказать вам о многом. Способен ли человеческий разум когда-нибудь создать что-нибудь столь же непостижимое и могущественное, как живая человеческая кровь. В настоящее время у нас недостаточно крови для переливаний. Всё меньше и меньше доноров, и всё больше и больше людей, которым нужна кровь. Так что, возможно, в один прекрасный день, всё более и более близкий, мы сможем изготавливать кровь. На данный момент это теория, но это может стать практикой довольно быстро. В области искусственных кровизаменителей могут быть новые открытия, которые будут улучшать те функции. Может быть, даже удастся сделать нечто лучшее, чем сама кровь, естественный человек. Англия, Шефлский университет. Вот это аммоний. А это полифен, вступающий в реакцию. А вот здесь снова может начаться реакция. Профессор Тваймен сейчас пытается объяснить механизм химической реакции. Какой будет реакция научного сообщества на изобретение, которое скоро выйдет из стен этой лаборатории, пока трудно представить. О том, что эта формула может быть большими буквами вписана в список величайших достижений современности, Лэнс Тваймен понял случайно. До недавнего времени он даже не догадывался, что создаёт искусственную кровь. Один из знакомых врачей подвозил меня на своей машине из госпиталя сюда. На химический факультет. Мы просто разговаривали. Я рассказал ему о разных исследованиях, которые мы ведём в лаборатории. В том числе и о синтезе молекул с полифеном в центре, которые затем вступают в реакцию с кислородом. И он мне сказал, это как раз то же самое, что происходит в крови. После этого случайного разговора биохимик из университета Шеффилда приступил к созданию полностью искусственного эквивалента человеческой крови на основе синтетических полимеров. Создать абсолютную копию живого сначала казалось непосильной задачей. Но даже самая безнадёжная затея учёных имеет смысл, когда на кону миллионы человеческих жизней. Сейчас очень часто человек может умереть даже от не очень тяжёлой травмы, просто от кровопотери. Сейчас в случае кровопотери врачи применяют плазму. Это вода с раствором солей. Плазму выливают для того, чтобы развести кровь и увеличить её объём в организме. Мы надеемся, что наша система тоже будет делать всё это, но ещё и будет обладать способностью связывать кислород. Сейчас доктор Твайман продемонстрирует, к чему привели его попытки договориться с кровью. Спустя пять лет сложный набор формул обрёл, наконец, физическую форму. Неорганические вещества сейчас образуют то, что вполне органично может влиться в живой организм. Эта структура и связывает кислород, и придаёт красный цвет нашей крови. Теперь добавим немного раствора, чтобы развести полифен. И теперь всё, что остаётся нам сделать, это добавить аммоний, в которой у нас образуется очень концентрированное вещество, имеющее консистенцию геля или пасты. Лэнс Твайман особо гордится тем, что творению удалось придать форму геля. Миром давно правят концентраты. Большинство современных напитков, продуктов и лекарств созданы в соответствии с принципом «просто добавь воды». Почему кровь должна быть исключением? Пожалуйста, добавь это в достаточно большой объём воды. Теперь он это смешает, и на этой стадии мы получим раствор с соответствующей консистенцией крови, который уже можно использовать в случае необходимости. Идея состоит в том, что в случае необходимости, например, в ситуации, когда надо оказать скорую помощь, достаточно лишь разбавить препарат и влить его пациенту. Искусственная кровь должна быть удобна в применении, считают биохимики. Особенно если речь идёт о войне, когда нет условий для длительного хранения крови. Все армии мира пытаются защитить солдата. Это и бронежилеты, и так далее. Значит, больше всего ранения – это в конечности. Конечно, кровь не должна быть больше 10 суток ранения. Во время войны каждый солдат сможет иметь с собой небольшой объём, который может потребоваться ему самому. При необходимости каждый сможет добавить воду к небольшому количеству искусственной крови, развести это в некой ёмкости и использовать. Определённый успех британских учёных связан с тем, что полимерная молекула, которая лежит в основании изобретения, по структуре очень напоминает сложную молекулу гемоглобина. Это огромная заслуга биохимиков. Осталось только сделать так, чтобы искусственная частица выполняла ещё и все функции натуральной. Именно на решении этой проблемы в своё время споткнулись японские учёные, которые работали над проектом создания синтетической крови. В конечном счёте оказалось, что свойства природного гемоглобина превзойти невозможно. Пробовали использовать различные его заменители, но оказалось, что при долговременном использовании они становятся ядовитыми для человеческого организма. Пока английская искусственная кровь испытано только химически, биологическую проверку она ещё не проходила. То есть авторы вещества ещё не знают, как оно поведёт себя в организме. И более того, как отреагирует на него живой организм. Учёные пока не получили разрешение испытать свой препарат на животных. Про кровь обычно говорят, что она переносит питательные вещества и таким образом играет важную роль в организме. Но я думаю, на самом деле её роль этим не ограничивается. Она является носителем самой разнообразной информации. Да, если считать, что кровь изучают более ста лет, то пока мы не так много узнали. Можно считать наши исследования началом. А в будущем мы сможем узнать всю правду. Мы должны пытаться повторить то, что делает природа. Москва. Институт биологии и развития имени Кольцова Российской Академии Наук. Чтобы повторить то, что делает природа, учёные должны понять, как устроено её творение. В Российском институте биологии и развития имени Кольцова изучают свойства крови живых существ. Тритон принадлежит к хвостатым амфибиям. В этом плане это уникальный такой объект. Тритон мог бы оставаться неприметным животным, если бы не его поразительная способность к регенерации, восстановлению повреждённых или утраченных частей тела. Ученым удалось доказать, что механизм восстановления запускается при помощи крови. Она содержит молекулы, которые исследователи называют биологическими регуляторами. В том числе и в крови мы обнаружили биорегуляторы, ранее не изученные, они сложного такого строения и обладают своеобразным действием. И даже на основе этого биорегулятора в настоящее время разработан препарат, который выпускается для лечения заболеваний роговицы в офтальмологии и лечения суставов. Если вещества, содержащиеся в крови животных, помогают восстанавливаться амфибиям, то почему бы не сделать так, чтобы они могли помочь людям? Естественное желание ученых найти средства для нормализации нарушенных процессов в человеческом теле. Ведь в основе многих тяжелых болезней и старения лежит нарушение механизмов регуляции. Понимаете, природа не считается тем, что возникает уродство, возникает неподвижность. Как было бы хорошо, если бы мы умели вместе с медиками восстанавливать полностью вот эту область дефекта? Ученые полны энтузиазма. Дальнейшие изыскания в этой области могут помочь сделать людей более здоровыми, дать шанс на исцеление травмированным больным. Особый интерес у биологов вызывают процессы, которые происходят в печени тритона. Именно этот орган отвечает за процесс кроветворения. Сейчас для исследований ученым нужно получить образцы тканей. Слабонервным не стоит на это смотреть. Чтобы дать жизнь новому открытию, тритона придется убить. Это цена, которую приходится платить за попытку договориться с кровью. Вот он уложил тритона в анестезирующую среду. В этом растворе, к сожалению, он заснул уже навсегда. Далее он скрывает у него брюшную полость, вынимает печень. Далее печень он кладет в чашку Петрия с таким окрашенным раствором. Это питательная среда. Дальше он вырезает фрагменты печени и укладывает их во флакончики, в которые находится тоже питательная среда, с добавлением или без добавления исследуемых препаратов. Теперь флаконы с фрагментами ткани устанавливают на специальное устройство, которое будет обеспечивать непрерывное вращение. В частичках печени ученые надеются обнаружить вещества, которые способны поддерживать в здоровом состоянии человеческую печень, лечить заболевания, предотвращать развитие патологий. Предполагается, что препарат, который может быть создан в этой лаборатории, превзойдет по эффективности все имеющиеся химические аналоги. Природа прекрасно приготовила для всех особей, подумала и приготовила определенные системы защиты, продолжение длительной жизни, возможности уйти от многих патологических состояний. Признаю, мы, наверное, не сможем объяснить всего, но мы будем все больше продвигаться в знаниях, и это может иметь огромные последствия для нашей жизни. Может быть, будем жить тысячи лет, сотни лет, может быть, будем жить вечно. Все может измениться благодаря нашим знаниям. Жить сотни или тысячи лет, но ведь мы знаем, что это невозможно, пока человеку не под силу остановить старость. Мы устроены так, что органы нашего тела быстро подвергаются изнашиванию, выходят из строя. Удивительно, но на таинственную субстанцию, которая течет внутри нас, этот закон не распространяется. Кровь живет по своим собственным законам. Кровь не стареет. Значит, мы проводили исследования, и мы из-за границы исследовали кровь у пожилых людей. Нет изменений. Значит, уменьшается плацдарм кроветворения. То есть, скажем, вот он такой был, он становится меньше. Но качество выработанных клеток крови не меняется. Значит, и у младенца, и у старика кровь одинаковая. Она не подвержена увяданию. Ученые давно ломают головы над тем, как использовать удивительные свойства крови для предотвращения старения. Но ни одно исследование в этой области не принесло ожидаемых результатов. Эта фотография запечатлела человека, поставившего на себе самый безумный эксперимент, связанный с омоложением. Александр Богданов здесь играет в шахматы с Владимиром Лениным. Революционер Богданов возглавил первый в России институт переливания крови. Он был уверен в том, что переливание молодой крови в человеческий организм способно продлевать жизнь. За несколько лет Богданов сделал себе несколько сотен переливаний крови, взятой у юных студентов. При этом исследователь не имел представления о существовании резуса фактора. До последнего дня он вел дневник, в котором подробно описывал собственные ощущения. Ему казалось, что он совершает вот такой большой подвиг, введя этот дневник. Вот он погиб, а у меня вот есть такие извинения. А студент, у которого он брал кровь, дожил до 70 лет. Получится ли когда-нибудь у ученых разгадать секреты уникальных свойств крови и применить их для продления человеческой жизни? Возможно, исследователи смогут узнать больше, если не будут ставить крест на явлениях, которые происходят далеко за пределами лабораторий. О том, что кровь не подвержена старению, наука узнала не так давно. А в одном итальянском городке это знают уже несколько веков. Италия, Лончано, храм Святого Франциска. Благоговейная тишина, которая здесь царит, дань уважения встречи с чудом. Созерцание изящных сосудов из серебра и горного хрусталя должно происходить в абсолютном молчании. Если не знать наверняка, то трудно определить, что именно находится за этим пуленепробиваемым стеклом. Реликвия представляет собой плоть, а также кровь в виде пяти затвердевших сгустков, различных по форме и весу. Кровь и плоть – это чудесные дары, материализовавшиеся во время Евхаристии, христианского таинства, которое заключается в освящении и вкушении хлеба и вина, как плоти и крови Христовых. Меня зовут отец Маура де Филиппис Сетальфико. Я монах-францисканец. В течение 29 лет я живу в монашеской общине, где хранится евхаристическое чудо. Падре Маура – главный хранитель святой крови и плоти. Теперь он свято верит в правдивость истории, которая произошла здесь 12 веков назад с одним сомневающимся монахом. Когда-то Падре и сам был таким монахом. Был монах, у него были постоянные сомнения. Всякий раз, когда этот монах совершал Евхаристию, он испытывал внутреннее сомнение. Каким образом хлеб и вино, после слов освящения, становились телом и кровью Христа? Господь, который всегда идет навстречу человеческой слабости, сделал так, что когда этот монах совершал таинство Евхаристии, он увидел превращение хлеба в плоть, а вина в кровь. Именно здесь произошло это чудо, в этом месте. Алтарь неподлинный. Он реконструирован из камней, найденных здесь в 1999 году. Тогда было вновь обретено это место, была реконструирована церковь. Монахи церкви святого Франциска утверждают, что никаких специальных мер для хранения святых даров никогда не предпринималось. Кровь и плоть несколько веков находятся в естественных физических условиях. Только фрагмент плоти был прибит к твердой поверхности золотыми гвоздями. Никакая рука не смогла бы таким образом препарировать тело. И степень сохранности частицы плоти необъяснима. Кровь тоже содержит все протеины и минералы. При наличии воды эту кровь можно было бы и сейчас использовать для переливания. Эти плоти кровь в течение 1300 лет без какого-либо консерванта, подверженные атмосферному воздействию, остались живыми плотью и кровью. И это говорит нам о живом присутствии Христа, единственного победившего смертью. Здесь вера подвергается испытанию, потому что трудно поверить в это. Это чудо производит на меня особые впечатления, потому что служит подтверждением слов Иисуса о присуществлении, которое происходит во время освящения даров. Чудо из Ланчано неоднократно пытались разоблачить, подвергая кровь и плоть всевозможным исследованиям. Хранители даров не только не препятствуют ученым, но и гордо вывешивают в одной из капеллы результаты анализов, проведенных скептиками от науки. Впрочем, бывшими скептиками. Это доктор Адаар Долиноли, главный врач больницы Вареццо. Именно он осуществил анализ крови евхаристического чуда в 1970-м и 1981-м годах. Здесь вы видите различные снимки анализа крови. Здесь идет речь о результатах анализа, о волокнах, о том, что они из себя представляют. А вот это еще более важное заключение, сделанное Всемирной организацией здравоохранения. Группа исследователей состояла из экспертов, приехавших из различных стран мира. Кроме того, что результаты изысканий подтверждают предыдущие, документ свидетельствует о том, что кровь, которая была изучена, скорее всего, принадлежит мужчине. Насколько мне известно, кровь из Ланчано относится к группе АБ. Это было доподлинно подтверждено моими коллегами-профессорами. Наука сделала заключение, что плоть евхаристического чуда это подлинная плоть, а кровь настоящая кровь. Плоть и кровь являются человеческими. Как плоть, так и кровь принадлежат к одной и той же группе крови АБ. Что мы этим хотим сказать? Наука не может пойти дальше, она останавливается здесь. Информации о крови из Ланчано действительно не так много, чтобы ученые могли делать какие-то выводы и пролить еще немного света на происхождение итальянской реликвии. Известно лишь то, что кровь, вероятнее всего, принадлежала мужчине, и что она относится к четвертой группе, если пользоваться классификацией, принятой в России. Можно ли узнать что-либо о человеке, основываясь на его группе крови? На Земле есть место, где абсолютно уверены, что можно. Они готовились к этому всю жизнь. Они сделали то, что не под силу обычному человеку. Они подчинили себе самые современные технологии. Они покажут вам все. Но не сейчас. Все самое интересное, необычное, захватывающее вы увидите только в новом сезоне. Аттракцион невиданной научной щедрости. Не пропусти! ОМОН